Сегодня участники крестного хода во имя мира на Украине объединились в общие молитвы. Паломники, которые двигались в Киев двумя колоннами, с запада и с востока страны, преодолели сотни километров. В Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отмечают, что путь был очень сложным. Из-за провокаций националистов приходилось делать незапланированные остановки. В эти минуты тысячи верующих собрались в Киево-Печерской лавре. Репортаж Алены Германовой. Тесная аллея у подножия памятника святому князю Владимиру едва вмещают всех верующих, но люди продолжают идти. Когда до молебна еще час, колонна уже кажется бесконечной, словно на Владимирскую горку устремилась вся Украина. Перекрывать центральные улицы Киева сегодня начали еще с шести часов утра. На пути к Владимирской горке установили десятки металлоискателей. Вот мы видим, стоят очень много людей. В руках у них таблички с названиями различных городов и епархий. Сюда на праздник приехали буквально со всей Украины. Но вот мы видим, что колонна движется медленно. У каждого паломника проверяют сумки, документы. Всего охранять порядок на улице Киева сегодня будут шесть тысяч полицейских, бойцов Национальной гвардии и сотрудников СБУ. Меры безопасности сегодня решили утроить. Боялись провокаций. Но кроме пары подростков с оскорбительными плакатами, сегодня в Киеве ни один радикал не рискнул подойти к верующим. Молебен у ковчега с мощами крестителя Руси начался вовремя. От Владимирской горки до Киева Печерской лавры крестный ход длиной в 4 километра. Впереди предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Ануфрий. Следом священники на плечах несут семь чудотворных икон. Две из них в это воскресенье специально привезли греческие монахи со святой горы Афон. Зрелище, которое завораживает бескрайняя людская река, оглушительная тишина вокруг. И только в шествии тихие молитвы о мире в стране. Мы все хотим помолиться за мир, за то, чтобы в нашей стране все были вместе. И пусть Божье благословение сойдет на нашу землю. Когда голова колонны уже у главных ворот Киева Печерской лавры с Владимирской горки только вышли последние участники крестного хода, который вместо запланированного часа длился два. По данным представителей церкви, в крестном ходе приняли участие 80 тысяч участников. По неофициальным данным полиции 45-50 тысяч. К этому моменту некоторые из верующих в прямом смысле шли три недели. Всеукраинский крестный ход начался на востоке страны, в Светогорской лавре, 3 июля. 9 числа к ним навстречу с запада вышли паломники из Почаевской лавры. Больше 1200 километров общего пути, 70 населенных пунктов. Чем ближе они были Киеву, тем чаще их шествия встречали далеко не мирно. В них летели яйца, оскорбления, им угрожали украинские радикалы. Но паломники этого крестного хода все равно прошли. Меньше повезло тем, кто пытался накануне выехать из Одессы. 10 автобусов с паломниками заблокировали активисты Автомайдана. Вчера в 10 часов вечера в Одессе должна была отправиться в Киев в колонну автобусов с паломниками, которые должны были прибыть на всеукраинский крестный ход. Но появились люди в камуфляже, которые являются представителями Одесского Майдана, которые начали угрожать людям, в первую очередь водителям автобусов. Несмотря на угрозы, несколько десятков верующих из Одессы все же добрались до Киева своим ходом на поездах и маршрутках. В нашу поездку в Киев сорвал Автомайдан. Милиция рядом стояла и бездействовала, к сожалению. А владыка наш сказал, что ему очень-очень горько и больно, что он одессит, он украинец, и он не может поехать вот так вот возглавить крестный ход и поехать вместе со своей пастрой в столицу своего государства в Киев. Он чуть не плакал. В эти минуты на площади рядом с Успенским собором паломники со всей Украины снова объединились в единой молитве на вечерней службе десятки тысяч верующих. Алена Германова, Максим Семин, Юлия Ходорова, Первый канал.